В эти минуты завершилась пресс-конференция ЦИК Якутия. Представители комитета подвели итоги выборов президента страны. В республике началась подготовка к весеннему посеву. В планах обработать 49 гектаров плодородной земли. День Арктики в Якутии. В честь праздника наши корреспонденты побывали в исследовательском центре по развитию Севера. В эфире новости на Якутия 24. В студии Василия Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 99% избирательных протоколов в стране. Путин набрал 76,6% голосов избирателей. Центр избирком России продолжает подводить итоги. А республиканский ЦИК уже предоставил предварительную информацию. Об этом нам расскажет Серглана Захарова. Добрый день, Василий. Действительно, в республиканском медиа-центре завершилась итоговая пресс-конференция. Центральной избирательной комиссии Якутии на ней говорили, подвели итоги дня голосования в республике. И не только. Говорили о том, как проходила в общем агитационная кампания, начиная с декабря прошлого года. Как готовились к выборам в республике и как голосовали досрочно. Если говорить о досрочном голосовании, то в республике, я напомню, проголосовали порядка 17 тысяч избирателей таким путем. Я напомню, что на президентских выборах действовали новые нормы, о которых также говорили сегодня на пресс-конференции. В частности, они касались и досрочных выборов. Теперь с этого года имели право голосовать только отдельные категории граждан, которые находятся по особым обстоятельствам в труднодоступных местностях. Также говорили о новом виде голосования вне своего избирательного участка. Этой возможностью воспользовались в республике больше 60 тысяч избирателей. И как отметили представители ЦИКа, это положительно сказалось на активности граждан. Если говорить о общей явке, то всего в республике в физическом эквиваленте проголосовали 457 тысяч 65 избирателей. Это 70,99%. Если сравнивать с другими регионами, то Якутия пока идет на третьем месте. Чукотка проголосовала на более чем на 80% и Магадан на 71%. В Якутии, если смотреть на результаты кандидатов, то Владимир Путин набрал 64,38%. Павел Грудинин 27,25% и Владимир Жириновский 3,96%. Ксения Собчак 1,64%. Таковы были итоги сегодняшней пресс-конференции. Василий. Сырглана, спасибо. Я напомню, что у нас на прямой связи была наш корреспондент Сырглана Захарова. Мы продолжаем. После завершения выборов президента на территории Российской Федерации, Владимир Путин ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. Вот что он ответил на вопрос о том, какие сейчас испытывает эмоции. Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за даея, который они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду. И расчёт на то, что мы будем работать, вся моя большая расширенная команда, и я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряжённо, но с большим результатом, чем до сих пор. День выборов президента России завершился праздничным митингом, посвящённым четвёртой годовщине воссоединения Крыма с нашей страной. Именно 18 марта 2014 года этот вопрос был решён окончательно. На Манежной площади Москвы собрались тысячи москвичей и гостей столицы, представители национально-культурных объединений, общественных организаций и госучреждений. Якутию представлял коллектив постоянного представительства Якутии при президенте Российской Федерации. Добрый день, дорогие друзья. Мы отмечаем памятную для всех нас, россиян, дату. День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. И мы, якутияне, не могли пройти мимо этой даты, поскольку история Якутии, история Крыма тесно связана вот уже много веков. Мы помним, как наш якутский пехотный полк 359 дней оборонял Малахов Курган во время Крымской войны. Мы помним, как наши офицеры освобождали Крым во время Первой мировой войны. Мы помним, как в 1944 году наши земляки якутяне в составе отдельного приморской армии освобождали Крым и Севастополь от фашистских захватчиков. Мы для нас, для всех очень памятные и дорогие. Многие места в Крыму, такие как Ласточкино гнездо, Алубка и многие другие. А город Севастополь и город Якутс давно стали городами-побратимами. Совпало два события, исторические для России. Это присоединение Крыма к России и выборы президента Российской Федерации. Мы присоединяемся ко всем россиянам и солидарны, и желаем России процветания, дружбы народов. Якутия всегда вместе с Россией. Уруй! Байкал! 18 марта в пяти городах Якутии также проводилось рейтинговое голосование по отбору общественных пространств. Отбор проходил в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Горожане очень активно приняли участие в мероприятии. В столице республики они могли выбрать до пяти из восьми вошедших в рейтинг проектов. Наибольшее число голосов, а именно 19 тысяч, жители Якутска отдали за проект «Ворота Якутска». Такие города, как Ленск, Алдан и Мирный набрали где-то порядка 9 тысяч голосов от своих горожан. Город Нерингри где-то 16 тысяч человек проголосовало. В городе Якутске проголосовало порядка 40 тысяч человек. Победителями являются все территории. Вообще, что такое приоритет? Какая территория наиболее приоритетна? На нее, конечно, больше акцент будет и большее количество денег выделено. Вот такая задача поставлена из этих восьми территорий. Но, в принципе, практически все проекты будут реализованы в 2018-2019 году. Также в республике началась подготовка к весенней полевой работе. В этом году планируется засеять 49 тысяч гектаров. Это на тысячу гектаров больше, чем в прошлом году. По словам специалистов Минсельхоза, недостающий объем семенного материала в количестве более 2800 тонн заводится из-за пределов республики, в частности, из Тюменской области. В данное время зерновое хозяйство Намского, Вилюйского и Амгинского районов приобрели 600 тонн. До закрытия переправы планируется завести весь оставшийся объем. Сейчас полным ходом идет финансирование весеннеполевых работ. Годовой у нас, не годовой, но плановый объем составляет 253 миллиона рублей. В текущем месяце, в марте, перечислено 16 миллионов рублей. Остаток средств планируется в март и апрель месяц. Конкурсы все завершены. Подали заявки более 400 заявителей сельхозтоваропроизводителей на покупку различных материалов. Это семена, удобрения, горючих смазочных материалов. День Арктики отмечается сегодня в Якутии. Руководитель региона Егор Борисов подписал соответствующий указ еще 4 года назад. Напомню, к арктическим и северным территориям относятся 13 районов республики. Из них 7 полностью находятся за линией Северного полярного круга, а другие 6 его пересекают. В рамках мероприятий по данному событию запланирован форум коренных малочисленных народов Севера Якутии. Сегодня уже проходит третья межрегиональная выставка ярмарка «Мир Арктики». Также состоится концерт коренных малочисленных народов Севера. Напомним, Владимир Путин, утвердив стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, обозначил, что развитие Российской Арктики является стратегическим приоритетом государственной политики. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого оленевода, лауреата Государственной премии Петра Погодаева. Наша съемочная группа пообщалась с дочерью и сыном Петра Егоровича. Название популярной ивентской песни «Тампо-Пеакат» переводится как «Бабушка река Тампо». Исполняет Александр Погодаев, сын известного в республике оленевода. От отца он унаследовал любовь не только к оленям, но и к музыке. Александр — автор многих песен, их он и исполнит на торжественных мероприятиях в честь олете отца Петра Погодаева. Живя среди этих красот, среди тайги, среди своих оленей, среди этих красивых гор, рождаются мои песни. Да, мне повезло. Я когда был маленький, я все время ездил со своим отцом на охоту, на рыбалку. Но он всегда брал меня с собой. Малин после оленей был все время жизнерадостный, все время пел, никогда не унывал. Потомки Петра Егоровича сейчас трудятся в различных сферах, но все они имеют отношение к оленеводству. Внук Михаил Погодаев с самого рождения жил в тайге с дедушкой. Сейчас он председатель правления Ассоциации оленеводы мира, кандидат экономических наук. А основателем Ассоциации является дочь Петра Егоровича Мария Погодаева. Вся наша семья, весь наш род признательны руководству республики за то, что столетия нашего отца проводят на высоком уровне республиканского масштаба, международного даже. И уже приезжают гости из Японии, Франции, Англии и Норвегии. Вот это наши друзья, те, которые заинтересовались оленеводством, нас будут гостить, и мы надеемся, что мы покажем, что такое оленеводство. В семье Погодаевых любовь к оленям передается из поколения в поколение. Здесь чтят национальные традиции и семейные ценности. Жизнь Петра Егоровича продолжается в его потомках. Марина Захарова, Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Якутск. Каждому автомобилисту придется купить специальный жилет. С сегодняшнего дня водители в случае остановки транспортного средства вне населенных пунктов в темное время суток должны быть одетыми в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами свето-возвращающего материала. ГИБДД поясняет, что закон направлен на повышение безопасности людей, находящихся на проезжей части. Ведь при наличии таких жилетов вероятность попасть под колеса движущегося автомобиля гораздо меньше. Наказание за несоблюдение этого пункта ПДД пока не предусмотрено, но штраф в данном случае не самое страшное, ведь пассивная защита возможно сохранит тысячи человеческих жизней. А на этом у меня все. Оставайтесь на Якутия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...